доброе утро дорогие мои вы на канале привет ангела с вами народный батюшка и мы сейчас затронем очень интересную тему которую я уже затронул в ролике здоровье семьи и постоянно о ней говорю и эта тема уникальных детей и уникального воспитания этих детей начну я ее с маленькой заметки которая опубликована в журнале столичное образование и читаю не прозвать способно ударенного талантливого называется в прессе озвучен любопытный нович в москве восьмилетная девочка алиса теплякова сдала егэ и получила в школе номер 626 аттестат за 11 класс алиса девочка уникальная уже в четыре года она хотела учиться в школе однако образовательная система казалось не готова принять маленькую первоклассницу школы отказали в приеме на учебу и родителям пришлось начать заниматься с ребенком самостоятельно именно это помогло достичь таких результатов на счету алис уже несколько рекордов в возрасте 5 и 6 5 лет 4 месяца она стала самой юной трехклассницей а в 7 лет окончила 9 классов но похоже что история с алисой теплаковой ты не история про ребенка вундеркинда девочка растет в большой семье где семеро детей и все они проявляют способности несмотря на то что никто из них не ходит в школу юные тепляковы демонстрируют прорывные результаты один рекорд алиса уже побит ее сестра лэйя в возрасте 4 лет и 6 месяцев была зарегистрирована как самая юная школьница россии 7 летний брат хеймандаль сдал ога и получил эти стат за 9 за 9 класс он уже озвучивает свои дальнейшие планы планирует после института пойти в аспирантуру а затем в доктора наук хочет быть ученым правда в какой области пока не знает родители в этой семье считает что залог успеха детей в том что нужно понимать ребенка слышать его и на каждом этапе развития уметь поддержать его интерес теплякову посвятили себя именно раскрытию потенциала детей и уже открыли семейный детский сад мама одаренных детей закончил мехмат мгу и магистратуру финансовой академии а папа факультет психологии факультет вычислительной математики и кибернетики имеет ученую степень в области молекулярной биологии глава семейства евгений тепляков не считают что его дети вундеркинды или гений мы считаем что это нормальный результат если ребенок развивается и это не лишает его детства говорит евгений наш образовательный процесс длится около пяти часов во первых это меньше чем школе во вторых не надо никуда ходить а в третьих процесс может остановиться в любое время нет понятий звонок для учителя да и школе буллинг никто не отменял скорее всего нужно говорить о том что вундеркинд объявляются не дети а их родители именно их педагогический опыт должен быть в фокусе изучения упущу маленечко маленькую это тут послесловие интересное василий сухомлинский говорил в душе каждого ребенка есть невидимые струны их тронуть умелой рукой они красиво зазвучат очень важно для взрослых не прозевать способного одаренного талантливо и не не только не прозевать но и поддерживать развитие способностей сложно сегодня педагогу в обычной школе неполноценно работать с такими детьми ведь правило все процессы образования систем заточены на середнячков а учителя ограниченного времени загружен бюрократической писаниной и огромные силы тратит на занятия с детьми плохо ли совсем не усваивающий учебный материал но сложно это не значит невозможно вот такой разговор для меня разговор не новый потому что мы как-то честно говоря вот я сам половину детства проходил в вундеркиндах как-то так родители я уж не знаю но мама конечно по образованию была воспитатель детского сада видимо она вкладывала меня бабушка татьяна была очень грамотная и умная женщина не знаю как но такие у меня были вундеркизма то что в четыре года я на коньках уже рассекал по стадиону на катке и все удивлялись как это такой ребенок маленький так хорошо катается на коньках значит лет в семь или восемь я пошел в музыкальную школу учиться на баяне а там брали по моему с двенадцати с одиннадцати я самый маленький не мог поднять баяна но был талантливый ученик меня выставляли как таланта и самое неудобное мне было стоять в хоре когда все высокие длинные вот такой маленький стоишь и вот этот хор меня сильно смущал учился на одни пятерки да нет нет русский язык у меня был всегда не очень один глаз не видит это я после узнал что коза оказывается когда один глаз ослеп то во первых графика не может быть хороший в если бы он сразу не глядел то сразу развелся а он у меня постепенно в течение двух-трех лет моего развития ослеп и график уже не установилась писать уже трудно а потом есть еще одна система оказывается есть у нас можно так сказать природная грамотность которые входят в человека грубо говоря генетически но для этого нужно полноценное зрение если та часть которая отключена она оказывается не вижу я мелочей оказывается запятую не вижу там еще чуть но это мелочь на самом деле и то произошло вот лично у меня произошла очень такая как вот здесь в заметки история что во первых нашлось пару учителей которые я уж извиняюсь один его все фашистом звали не буду имена называть другой все время подвыпивший приходил я так не терпел алкоголиков вот просто на духу и вот когда он еще и пытается со мной что-то это и все и пошел некий разлад но основной разлад произошел когда меня из-за зрения не поставили на военный учет дали так называемый волчий билет правда через пять лет поэтому по этой причине стали брать в армию а в мое время не брали даже в милицию стали брать с такой значит причиной а меня не взяли и это обрушило все мои планы я хотел в технический вуз я хотел быть радиотехником там космонавтику пойти и все остальное и вдруг а тебя вообще никуда я закончил школу по рекомендации которые мне значит выдали куда мне пойти у меня был только кулинарный техникум либо в строители штукатуры то что меня взяли в слесаря электрики на комбинат это было нарушение директор просто знал вот уже меня к тому времени и подписал что надо взять я был активный молодой человек поэтому вот даже в школе поэтому взяли к чему я это все прочитал конечно стоило бы рассказать о вундеркиндах которых я встречал в жизни а я встречал много друзья у нас были у них дети на трех языках разговаривали развивались очень активно потом я конкретно занимался этой системы изучения детей ну их тогда назвали дети джинсы он уникальных детей которые проявились в конце в начале 90 в конце восьмидесятых в начале 90-х там тоже называли этих детей уникальные дети родилось такое поколение и у нас была большая организация изучающие этих детей больше того в 1990 первом году был огромный фестиваль этих детей там через все системы в стране отсмотрели 200 в 20 тысяч детей 2000 уникальных детей а потом вот на этот фестиваль приехала 600 уникальнейших детей ну просто уникальнейший папа по всем возможностям после эту всю систему разгромили изучение людей кто этим занимался засунули куда подальше вот некоторые просто неожиданно погибли и мы забыли эту тему уникальных детей в россии на очень долгие годы мы почти никогда это вот сейчас такой уникальный случай вдруг девочку показали на самом деле их огромное количество огромное количество поколение девяностых поколение двухтысячных поколение 2010 вот только что родились вот эти вот родились уже в десятых годах то есть есть 7 лет это на в тринадцатом году родилась они каждый раз возрастая на мой взгляд дают более уникальных детей по своим способностям и по возможностям и эту уникальность никак не учитывается в школе больше того она и не учитывается в обществе мы сейчас переговорили например с сыном у них есть в российском движении школьников такая передача объясните нормально куда они приглашают уникальных людей и я спрашиваю не хотите пригласить родителям он говорит мы уже обсудили и обсудили и подумали что этой девочки будет очень тяжело всем детям этим будет очень тяжело потому что они как вот здесь в статье написано живут в некоторых таких тепличных условиях до их семеро детей то есть это понятно но у них как здесь вот сказано минус буллинг то есть минус давление общества по видим эти дети в общество не очень сильно углублены по крайней мере папа психолог мама ученые они понимают что на детей не надо давить не надо их пугать не надо их раздражать ну надо с ними иметь общий язык надо любить детей и поэтому дети в этой семье действительно живут в условиях тепличных я бы сказал хотя может быть и не таких уж богатых как хотя наверно уже научились они зарабатывать такой семьей а теперь тем более в их детский садик будут цены немыслимые и все родители будут ждать таких результатов так вот что мы дальше ожидаем вот этого ребенка и там в комментариях под этой статье я их уже там несколько сотен мнению вот те которые ему и можно бы высказать а что эти вундеркинды дальше будут делать как она придет в мгу семилетние сядет с 17 18 летними за парту что-то мы не видим как дальше эти вундеркинды проявляются в этой своей сфере и своей стране больше того мы видим когда проявлен вундеркинд как такая публичная форма то этот вундеркинд не очень долго и может выдержать эту публичность ну как минимум вот мне сын написал какие пункты сложности будут у этого ребенка пристальное внимание окружающих медные трубы отсутствие опыта то есть знание и опыт это то что должно быть совокупностью для действия ребенка а у него пока только знание масса недоброжелателей и завистников и так далее естественно такому ребенку придется очень тяжело и ему придется пристраиваться к среде грубо сказать сложно не хочется потому что среда то детей 17-летних которым она придет и сядет в мгу вместе учиться они же такие же они были такие же то что они до 17 лет карпели в этой школе это не их проблема это не их вина грубо говоря это наша государственная кстати вина и когда говорят образование образование не то не это и так далее я всю жизнь слышу эту сказку про образование про то что его надо менять и надо что что-то с ним делать но я не вижу вообще никаких адекватных действий по этому образованию чтобы действительно те поколения которые сейчас родились как уникальные мы могли правильно и хорошо освоить и дать им все что они способны сделать они я думаю процентов 30-40 способны вот как эта девочка развиться я не говорю что все там в комментариях абсолютно правильно говорят что от осинки не родятся пельсинки и это речь о том что если родители не образованные то и не может быть образованный ребенок но это не совсем так я вам расскажу свою точку зрения и откуда берется вот это ключевое знание у этих детей и здесь не о знании родителей идет речь но это чуть позже а сейчас все эти страхи по отношению к этому ребенку действительно оправданы оправданы и ладно их там 8 человек что тоже ничего еще не гарантирует ладно будет там если родители детском садике еще такое сообщество поднимут ладно будет 50 человек таких уникальных но должна быть такая критическая масса которая вот такую уникальность имеет и вокруг себя создает и нормально смотрит на этого уникального ребенка чтобы этому ребенку было комфортно не только в семье но и вот среди сверстников я не знаю как это вообще реализовать не знаю сейчас вот есть в государстве идея то что строится вот в томске только что побывал премьер кампусы где будет создаваться та же комфортная среда как перед этим 20 лет назад 30 лет назад сделали китайцы построили специальные города для таких уникальных как была долина силиконовая создана как в израиле такие города для уникальных этих лиц и уникальных людей и у нас возможно тоже можно какие-то такие уникальности сделать хотя мы увидели что сколково например ничего не решила подавляющая масса отрицательных каких-то факторов привела к тому что сколково ну сколковые сколково у меня есть люди которые там ведут деятельность которые ну сейчас перенос этих кампусов в городах в томск вот в томске это будет в города менее развитые чем москва по культурной среде по по это опущение вниз этого кампуса нет я понимаю что вот кампус нужно строить на базе сириуса там уже набран опыт и там дети вот получают вот эту уникальную среду но ведь они серьезно куда-то выйдут они где-то должны будут проживать и это вот поэтому конечно мы можем предполагать что этой девочки сейчас этим детям будет очень трудно выжить но мы должны понимать что наконец-то к ним и должно быть особое внимание ну вот якобы это московское образование сверху заметил эту девочку все ей дало но условий законных чтобы они все им дали на самом деле у этого образования нет и это как раз разговор вот как как я веду в здоровье семьи да и много много раз высказываю это как раз разговор о том что капитал должен быть не семейный а детский у нас в стране на ребенка должна быть завязана вся сумма которая на него тратится в стране а вы не представляете я не знаю уж точные или не точные эти цифры но я где-то когда-то читал и просчитывал и уверяли что вот например сдаворовый человек в течение жизни дает доход государству 11 миллионов при этом тратится государством на него чтобы он вот вышел в это состоянии проживал и там какие-то 23 миллиона то есть государство тратит на нормального человека в течение жизни всякими социальными благами значит и этими 23 миллиона вот считайте если средний продолжительность жизни у нас ну женщин 70 лет у мужчин 54 то получается что в год по 400 тысяч по 350 тысяч идет на каждого человека какими-то благами от государства если мы с вами посчитаем бюджет наш и разделим на каждого из нас то он вообще покажется очень большим на каждого человека но это конечно неправильно потому что входят такие расходы как там дороги значит пожары еще какие-то которые могли бы не могут быть на лично на ребенка направлены или на человека направлены но некоторые расходы такие как космос там или еще что-то хотя это яв ясно что это военные технологии и все эти ладно о них не будем говорить вот чтобы должно было сделать сейчас это московское образование вернуть все деньги которые были бы затрачены на этого ребенка в течение 11 лет взять получил аттестат на тебе тебе родитель вот а это вот еще раз повторяю где-то я вот читал считал а на детей идет больше детская медицина если здоровый нужно нужно вернуть а детская социалка если он культурный и так далее где-то около 700 тысяч в год кто-то скажет нет это это сумасшедшие цифры вы не считали вам показывает эту цифру что вот в этой значит области там 50 тысяч на ребенка в год там 20 тысяч это все не так через сферы которые должны заниматься тоже детьми через культуру медицину спорт ну естественно образование вот эти все суммы идут но они используются абсолютно не эффективно родители показали как можно использовать свои знания и как сэкономить эти деньги но кто им вернет эти деньги никто действительно девочки так и будет тяжело если бы есть сейчас вместе с этим дипломом за экономию средств но выдали хотя бы ну 70 процентов этих средств то есть 5 6 миллионов был бы хороший стимул для всех родителей для остальных родителей точно так же поступать с этими детьми а у ребенка мог бы накапливаться этот капитал на школе сэкономил на образование вузе сэкономил там тоже мама не горюй какие экономится средства на здоровье сэкономил не сходил в больницу ни разу не получил никаких значит этих услуг больничных выдайте ему эти деньги перечислить и нас на его страховку как накопительный капитал я бы вот с этим например поступил так поступил так но в чем секрет их такой успешности этих детей ох ты 25 минут уже говорю давайте о секрете успешности этих детей и как ваших детей подключить к такому образованию я поговорю в следующем ролике а пока здоровья вам всем радости аминь